Спасибо. Общая тематика сегодняшнего мероприятия, напомню, это обмен опытом в программировании. Будет несколько разноплановых докладов. Собственно, расскажу, что будет сегодня. Первым выступлю я. Меня зовут Игорь Музыкин. Я тимлид продюсеров курсов в скиллбоксе, именно курсов по программированию. Я расскажу про тот опыт обучения и, в принципе, всех других форм передачи знания человеку к человеку. Про то, как мы решаем задачи обучения именно со спецификой в обучении программистов. И будет еще тоже двое сегодняшних докладчиков. Возможно, для большинства из вас они не так сильно в представлении нуждаются. Это сооснователи Московского клуба программистов Марк Шевченко и Нина Пакшина. Каждый подготовил тоже свое отдельное выступление. Немножко орг-моментов. Регламент нашего мероприятия будет следующим. Три выступления по 15-20 минут. Соответственно, 10 минут на задавание вопросов после выступления. Собственно, в этом месте обычно говорят, что любые ваши ремарки, комментарии, желание уточнить, приветствуются. Скажем, мы и это тоже. И у нас есть небольшие призы. Каждый из докладчиков подарит по призу за наиболее понравившийся на взгляд выступившего вопрос из зала. Соответственно, у нас также после каждого из докладов, после моего и после доклада Марка, который будет вторым, у нас будут перерывы 10 минут. Точно так же. Немножко передохнуть. И в конце будет куларное общение. Там вот у нас на кухне по выходу из зала налево. На этом мы заканчиваем вступительную часть. И начнем с моей темы. Я назвал ее «Без практики не работает. Как передавать знания по программированию и не только». Здесь хочется сразу обозначить, что мы в скиллбоксе собираем много обратной связи от студентов. Мы постоянно экспериментируем с форматами обучения. Мы смотрим на то, как студенты на эти разные форматы отзываются, насколько сильно или слабо, и все в таком духе. У нас при этом есть понимание о показателях. В какой-то момент мы выработали определенные метрики, по которым мы определяем успешность курса. И, соответственно, у нас есть внутренние инструменты аналитики для того, чтобы все это дело смотреть. И именно поэтому хочется с вами поделиться теми выводами, которые мы сами для себя сделали. Кратко пробегусь. Продуктовые метрики обучения для нас — это процент проходимости. Здесь имеется в виду то, сколько процентов людей полностью и успешно прошли тот или иной наш образовательный трек. Неважно, в какой он длительности, важно, что они дошли до него до конца. Оценка контента. Здесь имеется в виду то, что у нас на образовательной платформе под каждым видео есть блок с оценкой по двум параметрам. Это оценка самого качества контента и оценка его подачи. Решил не добавлять скейншоты, чтобы не слишком сильно в этом закапываться. Продолжим. Оценка преподавателей. Тоже на платформе есть окошко. С возможностью поставить оценку. Хочется, на самом деле, просто в качестве вводной про это все рассказать, чтобы вы понимали, на основании чего мы выдвигали те или иные наши гипотезы, про которые я буду рассказывать дальше. И последняя метрика — это NPS. Лучше на ней остановлюсь поподробнее. Возможно, вы видели когда-нибудь в магазинах одежды, перед кассой стоит планшет, и когда делаете покупку, там нужно проставить оценку от 1 до 10, насколько там вообще вам понравилась навигация в магазине, насколько вам понравился процесс покупки. Вот это вот и называется NPS. У нас он работает точно так же. Индекс потребительской лояльности. У нас на платформе есть возможность поставить оценку от 1 до 10 по параметру, насколько вы готовы рекомендовать курс своим друзьям. Где 1 — это не готово, где 10 — это готово. Вот. За счет отслеживания всех этих продуктовых метрик мы можем найти бутылочные горлышки. И чаще всего невооруженным глазом видно, где ученикам становится сложнее и где они не могут двигаться дальше. Вот. Посмотрите на вот этот пример. Это скриншот из нашей системы аналитики, где вот буквально мы смотрим, что первые несколько тем, ну, идет преуменьшение количества студентов, успешно прошедших, хорошо. А вот здесь, там, где идет, так, да, там, где идет вот здесь, сразу видно, что какая-то резкая просадка. Подобные инструменты позволяют нам сразу видеть, ну, позволяют нам сразу видеть, где студентам тяжело двигаться дальше в ходе курса. И тогда мы можем с этим что-то сделать. Например, дать какие-то дополнительные материалы для обучения. Вот. Или, например, принять решение, что нужно изменить, не знаю, если не сложность домашних заданий, которые мы им даем, то хотя бы, возможно, дать их несколькими кусочками. То есть, там, разделить одну тему на несколько. Что-то такое. Вот. Это такие моменты, за которыми мы следим и которыми считаем метриками успешности продуктов. Так, для чего нужны курсы вообще? Для чего люди идут учиться? Здесь мы тоже собираем данные, и они говорят, что в самом общем определении люди идут учиться для того, чтобы каким-то образом двигаться. Популярные причины, конечно, это продвинуться в финансах, это продвинуться в карьере. И такая, наверное, чуть менее абстрактная, это вот хочу развиваться. И за счет, как бы, вот такой мотивации хочу получить новые знания. Если говорить про категорию людей, да, здесь хочу сказать о том, что, наверное, сейчас в зале присутствуют две категории людей. Это те, кто задумывается над тем, что нужно как-то учиться, получать новые знания, делать это эффективно. А есть люди, которые задумываются над тем, чтобы начать учить других людей. И каждую из этих групп хотелось бы немножко разобрать. Соответственно, те, кто хочет устроиться на работу, в первую очередь все начинается с того, что человек создает сам, если это самообучение, или ему создают скиллсет, он же карта компетенций. Карта компетенций у нас отвечает на вопрос, какие hard skills и soft skills нужно освоить. Посмотрим пример. Это у нас собранное внутри. Мы прямо сейчас прорабатываем курс по горазработке. И у нас карта компетенций внутри так сложилась исторически, что делится на пять категорий. Какие задачи должен решать горазработчик, какие должны быть теоретические знания, инструменты, рабочие процессы, soft skills. Это очень важная точка старта, с которой нужно начинать свое обучение. Либо, если человек выбирает какое-то платное обучение, он должен обращать внимание, а закрыты ли все вот эти вот компетенции. Да, закрыты ли все и компетенции. Окей. Хочется… следующее, что хочется сделать, это провести аналогию. Мне кажется, что обучение довольно-таки сильно похоже на процесс разработки, если… ну просто если об этом подумать. У процесса разработки… ну с чего начинается разработка программного обеспечения? Ну, опустим, наверное, какие-то этапы проработки, но в какой-то момент появляется бэклог. Этот бэклог как раз можно сравнить с картой компетенции для обучения. В бэклоге есть задачи. Каждая задача будет являться определенной компетенцией в данном случае. Чтобы сделать задачку, программист ее, если понимает, что она какая-то слишком громоздкая, он ее декомпозирует. После этого приступает к реализации, которая в параллели с обучением является получением знаний. Дальше тестирование – это выполнение заданий и отправка задания по теме проверяющим преподавателю, собственно, чтобы он проверил по факту здесь качество тестировщика. А потом знание получено – это такой своеобразный релиз в прод. И после этого цикл, конечно, повторяется с каждым получением нового знания. Соответственно, да, вывод такой, что стандартный скиллсет – это очень важная подговорительная работа. Например, чтобы перейти из синера в тем лиды, нужно докручиваться по огромному количеству разных вещей, софт-скиллы, управление рисками и так далее. Если мы говорим о той группе людей в зале, которые думают над тем, чтобы обучать других людей, здесь, как нам кажется, есть три слагаемых. Это условие, цель и решение. Что мы под этим понимаем? Условие – это какой-то внутренний порыв, который ты для себя формулируешь как «я должен учить людей за тем, что». В виду имеется то, что, например, я хочу учить людей, потому что у меня на работе появились джуниор-разработчики, я хочу их прокачивать, возможно, мне каким-то образом компания это компенсирует, или мне просто интересно. Цель – это то, с чем тоже нужно определиться в самом начале, это к чему нужно привести подопечных. Например, знать джаву на уровне таком-то. Решение, а вот под решением как раз таки понимается сложение той самой карты компетенции, о которой я говорил перед этим. Окей. Здесь в скиллбоксе мы не только учим, но и учимся сами постоянно, учимся учить, соответственно. Рынку не хватает готовых спецов, тех же продюсеров онлайн-курсов, и в этом плане с программистами мы похожи частично. Ну, что, собственно говоря, я здесь имею в виду? Ну, есть ситуация. Рынок работодателей говорит, хочу, значит, middle разработчиков, или хочу senior разработчиков. Вот дайте, 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 дайте. Рынок соискателей говорит, ну, у нас для вас, ну, у нас для вас есть джуны или недавние студенты, вот, это то, что мы вам можем дать. Работодатели отвечают, ну, окей, делать нечего, давайте. Приходится, соответственно, вкладываться в их развитие, и это действительно то, что мы слышим от и крупных, и, не знаю, и от крупных игроков, и от небольших компаний, с которыми мы общаемся для того, чтобы трудоустраивать наших выпускников после курсов. Вот. Соответственно, то, что я говорил до этого, это такая картинка верхнеуровневая. Теперь хочу рассказать несколько важных, на наш взгляд, моментов, связанных с обучением, и что самое важное, мы из них поняли. Первый тезис про связанность знаний на курсе. Начнем здесь с проблемы. Вот, значит, мы, допустим, мы решили обучать тестировщиков. В какой-то момент нам нужно рассказать им, что есть, например, такая штука, как тест-дизайн. И вот мы можем начать рассказывать про то, что это такое, про то, что у нас есть такая сущность, как тест-кейсы, что есть техники тест-дизайна, к ним относятся эквивалентные разделения, что есть анализ граничных значений. И в какой-то момент, если слишком сильно нагрузить человека, ну, реакция обучаемого будет, ну, довольно закономерна. Он не будет вообще понимать, где он находится, для чего мне это может понадобиться, когда мне это может понадобиться. И этот весь большой ползнаний, его невозможно воспринимать. Чтобы человек узнал о тест-кейсах, нужно на самом деле к этому подвести. То есть нужно, чтобы человек хотел про это узнать. Без этого максимум студент вспомнит в какой-то момент твит-анекдот про то, как тестировщик заходит в бар и подумает, что да, когда-то я видел этот твит и думал, что быть тестировщиком прикольно и весело, но нет. Решение для себя мы придумали следующее. Анонсируйте контекст. Что нужно делать в случае с примером? Нужно сказать, значит, смотри, процесс тест-дизайна, он происходит на стадии проектирования продукта. В общей схеме работы над программным обеспечением это находится вот здесь. Соответственно, на этой стадии мы должны посмотреть с тобой спецификацию, мы должны посмотреть требования, которые есть, то есть все проектные артефакты собрать по максимуму. Дальше мы говорим студенту, проанализируй, как это тестировать. Возможно, после первой оценки лучше свериться, лучше свериться с тем-то и тем-то или с такими-то людьми. А еще способы тестирования нужно перепроверить и выбрать после того, когда к тебе на тестирование попала какая-то фича уже вот здесь. А еще лучше перепроверить, за время прохождения вот этого всего цикла ПО не изменились ли какие-то требования вообще в процессе. Эти вещи кажутся очевидными, но не пренебрегайте ими. Теперь про программирование немножко. В погоне за связностью возникает еще одно интересное явление. Наши методисты описывают его так, что спикеры, когда начинают работать над планом обучения, они склоняются к тому, чтобы о языке сделать курс документацию. И на самом деле это не самый лучший вариант, потому что курс, который описывает язык программирования, на самом деле не помогает усвоить знания. И вместо правильного вопроса задается вопрос, что же такое, например, переменные. И когда мы составляем план обучения, первое, о чем думает спикер, ну хорошо, я дам определение переменных, дам концепцию, потом там есть 10 типов данных, я их тоже сразу все вывалю, потом есть, расскажу про проведение типов, потому что ну как же без этого проведения типов, это же очень важно, и дать это сразу. Операторы, которые допустимы, недопустимы. Кто догадается, какое вот там следующее слово не влезло в кадр? Переполнение, потому что да, из самого студента тоже начинаются проблемы с переполнением его головы. На самом деле это не тот порядок объяснения. Этот порядок лежит в голове у человека, который давно с этим работает. Но это не тот порядок, в котором это можно нормально изучить. Связанность должна быть не между знаниями, которые вкладываются в человека. Связанность нужно организовывать между тем, что ты хочешь дать, и тем, что человек уже знает. Присоединять новое знание к уже имеющемуся. Соответственно, здесь решение следующее. Нужно подавать знания постепенно. В случае с теми же самыми переменными даем сначала концепцию и только один тип данных. Пусть человек будет понимать это не полностью, пусть как-то с ошибкой, но очень важно хотя бы какой-то небольшой кусочек знания, чтобы он к себе присвоил. После этого, когда понимание крепнет, мы даем попрактиковаться со следующим типом данных. Даем ему следующий кусочек, и вот теперь ты можешь сделать из переменной string переменную типа int, и вот это называется приведением типов, то есть даем ему знание посложнее. Так гораздо лучше усваивается, чем в варианте с курсом документации. И еще кое-что. Действительно очень важно говорить со своими подопечными, даже если это один конкретный человек, который, скажем, к вам закреплен, вот вы middle, к вам закреплен какой-нибудь djun, вы работаете вместе в команде. Всегда нужно общаться и проверять, насколько они понимают, что происходит. Не так, что вот здесь нужно подключить библиотеку, вот здесь, значит, вот здесь вот это развернуть, и все получится. Давать, ну, как бы отпускать человека вот с таким, ну, условно, с таким, ну да, с таким уровнем, ну, как бы с таким уровнем постановки задачи может быть опасно, потому что здесь нужны вопросы, и их нужно предварительно задать человеку, потому что нужно спросить, а хотя бы ты делал когда-нибудь что-то подобное? Потому что если нет, зачем задавать такие вопросы? Потому что люди, ну, есть такое свойство, стесняются, боятся показаться некомпетентными. И после того, как они сделают час задачи, может быть, уже слишком поздно, время человека будет использовано без положительного эффекта, придется слишком много переделывать. Окей. Последний момент, который кажется нам интересным, особенно по счетам опыта последнего времени, это на курсах внедрять самостоятельные кросс-проверки знаний. Вот, это последняя заметка на сегодня моем выступлении. Это действительно полезный процесс, когда человек или сам себе учитель, или когда он проверяет работу другого человека в идеале своего же уровня или чуть повыше. Ну, например, то же самое код-ревью. Расскажу историю про наш опыт. У нас есть обучение по Java-разработке, и там есть два уровня. На первом уровне человек изучает основы языка и его применение к практическим задачам. Вот это вот все. Большинство заданий там с проверкой, но есть вопросы для самопроверки пройденного материала. На втором уровне мы объединяем ребят в команды, и под руководством действующего программиста практика они делают на протяжении трех месяцев большой проект. И периодически Team Lead там не сам проводит код-ревью, он может попросить одного из студентов проверить работу другого. И при этом, конечно же, перепроверить за тем, кто проверял. Это довольно действительно интересный кейс, и ребята получают какую-то реальную практику, поскольку код-ревью внутри команд действующих – это действительно распространенная история. Когда самостоятельные кросс-проверки можно использовать? Ну, про самопроверку – это когда что-нибудь простое, такие вопросы в лоб, что называется. Ну, что-нибудь вроде… Мы смотрим, типа, на этот пример с Java, и как сделать так, чтобы с ними не эксепшн, программа не завершалась. Я знаю точно, что один из людей в зале знает, как на это правильно ответить. Можешь, пожалуйста, Даня, сказать? Ну да, действительно, написать в коде конструкцию tribecage, чтобы эксепшн не отваливался. Ну, то есть просто какие-то для самопроверки подходят вопросы, которых не нужно какого-то развернутого ответа. А что касается кросс-проверок, то их уже можно использовать, когда сам обучаемый уверенно себя чувствует. В остальных случаях в идеале, конечно, лучше преподавателю смотреть это самому. При этом это может быть совместным, безусловно, решением, как ученика и учителя. У меня все. Спасибо, что слушали. Время вопросов. Сейчас очаровательная Ольга подойдет. Вот здесь есть вопрос. Здравствуйте, меня зовут Павел. Очень приятно. Привет. Вот по поводу пир-ревью мне хотелось бы более глубоко спросить, насколько вообще это работает. Потому что исторически очень часто многие педагоги, инноваторы пытались использовать проверки, кросс-проверки. Начиная с Белланкастерской системы, 1792 год, заканчивая шаталовскими приемами кросс-проверок, у него тоже старшие ученики младших проверяли. И так далее. Но исторически это не масштабируется на другие институты и не очень хорошо работает. Вот как у вас? Насколько мотивированы вообще люди делать вот эту дополнительную работу? Люди, да, спасибо большое за вопрос. На самом деле люди в первую очередь, они проникаются интересом в тот момент, когда мы им объясняем, что ты на работе столкнешься с точно такой же штукой, ты будешь, ну, в какой-то момент тебя могут попросить провести код-ревью другого человека. Люди видят, ну, люди просто видят ценность в тот момент, когда ты им объясняешь, что, ну, тебе это потом на практике пригодится. У нас, может быть, немножко есть есть такой уход в сторону того, что большинство продуктов, которые мы делаем, они для того, чтобы там войти в IT, для того, чтобы именно для начинающих разработчиков, только сейчас начинаем делать курсы для продолжающих, но в целом для тех ребят, которые вот условно первый уровень Java прошли, знают уже Spring, понимают, как делать проекты. С код-ревью это работает весьма неплохо. Спасибо большое, но вы не ответили на мой вопрос. Вопрос был на сколько. То есть вот у вас пришло 100 учеников. Сколько из них делает peer-to-peer assessment? Сколько из них завершает? То есть вот у вас есть тесты, допустим, да? Какие-то, да, статистика, да, да, да. Мы peer-to-peer просто применяем не на первом уровне, а на втором, где у нас уже командный проект. Мы всех этих ребят собрали вот в одном чатике, это распределенная команда. Они пилят проект совместно, и вот все, кто внутри команды находится, все участвуют в код-ревью друг друга. Не очень часто, нерегулярно, но… Вы сказали слово «командный проект». Можно я второй вопрос задам? Как раз по командному проекту. Специфика учения заключается в том, что мы результаты обучения уносим в себе. В 20-х годах, в начале 20-го века был такой Дальтон-план, если знаете такое, да, когда пытались бригадные методы использовать в школах, и практика показала, что это совсем не работает, потому что учебный труд, он неразделяем принципиально. Потому что если вы разобьете учения в рамках одного предмета на нескольких людей, рано или поздно закончится тем, что один тянет всех остальных. Либо один знает что-то, но одно не знает другого, и другие наоборот. Соответственно, вот есть ли у вас эта проблема, и как вы ее решаете? – Хороший вопрос. И мы замечаем, на самом деле, на наших командных дипломных проектах ровно то же самое. Хотя бы в связи с тем, что, казалось бы, люди приходят с одним и тем же уровнем, то есть до этого у них, они в курсе смотрели одни и те же темы. Но при этом все равно их уровень какой-то заинтересованности, амбиций, он оказывается разным. И вот они приходят, и действительно условно выделяется один-два лидера. Чем решаем? Решаем все-таки тем, что есть какой-то минимальный уровень, ну, по сути, минимальный кусок проекта, который ты должен сделать за то время, о котором мы договорились в самом начале. А вот есть же правила игры, что мы делаем командный диплом 3 месяца, что и установим просто минимальная планка того, сколько ты должен, какой импакт ты должен внести в проект. На первом уровне, ну, во-первых, говорю, что об этом сложно судить, поскольку у нас не потоковая система, у нас человек может проходить с любой скоростью. Если рассчитывать из того, что человек проходит одну тему за одну неделю, то первый уровень, вот именно в моем примере по Java разработке, это 4 месяца. После 4 месяцев есть дипломный проект индивидуальный, который ты сначала должен сделать, перед тем, как перейти на командный проект дипломный, ну, потому что он верифицирует твои знания, полученные на первом уровне. И это уже 5 месяцев, и после 5 месяцев начинается работа в команде на 3 месяца. Спасибо большое за доклад. Ты обещала рассказать про NPS, но не упомянул. Про оценку лояльности слушателей. А почему именно вот этот вот критерий используется? Ведь, насколько я помню, там учитываются только промоутеры, только люди, которые оценили, что они порекомендуют свой курс на 10 и 9 баллов. А, допустим, бывает такая ситуация, что среди твоих знакомых нету программистов, и ты бы как бы не поставишь, что ты прям порекомендуешь друзьям этот курс, потому что у тебя нет друзей, которые в этом интересуются. Получается, такие люди уже отпадают. Есть ли, может быть, другая оценка эффективности курса? Спасибо. Оценка эффективности курса. Ну, во-первых, да, по поводу NPS, эту штуку мы пару месяцев назад внедрили. Насколько я знаю, там есть, короче, небольшой скос, там берется NPS, короче, в итоге итоговый он берется неусредненный, там еще он берется по медиане, то есть там сокращаются низкие оценки, сокращаются высокие оценки. Кроме, ну, собственно, кроме NPS есть как раз такие метрики. Ну, продюсер, наверное, в контексте того, что мы в скиллбоксе делаем, он в первую очередь ответственен за качество контента, за работу со спикерами и вот все, что вокруг этого происходит. Поэтому, именно поэтому продюсеры в первую очередь смотрят за теми оценками, которые ставят студенты. Ну, поскольку у них, как это на платформе выглядит, есть видеоурок, под видеоуроком плашка с двумя категориями оценок, там, по качеству контента и по качеству подачи. Поэтому очень важно, чтобы не было какой-то одной метрики успешности курса, именно поэтому вот мы там для себя четыре выделили. Вот, наверное, так. Спасибо за доклад еще раз. Такой вопрос прям из жизни кейс. Есть человек, который прошел универ, там, допустим, он понимает, что такое переменные плюс-минус, там, каких типов они бывают. И, собственно, в чем суть вопроса, вот как его, как понять его уровень знаний? Вот ты говоришь по поводу связанности, не брать связанность в своей голове, а брать, как бы, то, чего он знает. Собственно, вот, может, грубо скажу, но как вот опуститься до этого уровня, чтобы объяснить ему на том уровне, на котором он поймет? А, тогда уточню тебе, нужно ему это объяснить? Просто вот я так понял, что это не про процесс обучения сейчас вопрос. Ну, про процесс обучения. Про процесс обучения все-таки. Ну, да, вот как научить человека делать, вот, скажем так, допустим. Я попробую, если что, поправишь, если, да, если не в ту сторону, думаю. Ну, вообще, здесь действительно идея в том, что вообще первое, что нужно проверить, видимо, да, когда человек, там, приходит в команду, это вообще в целом, какой у него уровень знаний и навыков есть прямо сейчас. Как, ну, проверяется, я думаю, что какими-то просто обычными тестовыми, обычными какие-то практическими задачками. Думаю, что нет тут никакой специфики особой. Если есть цель, как бы, у человека какие-то знания подлатать и вот именно его обучить, и эта цель перед тобой, как раз, находится, то, ну, рецепт, он действительно в том, что ты, например, в какой-то момент понимаешь, что человек не разбирается, ну, не знаю в чем, например, в исключениях. Это, ну, если есть достаточно времени, чтобы с человеком позаниматься, то нужно подготовить, как бы, подачу знаний таким образом, чтобы не сразу целиком теорию, а потом целиком практику, а сначала один, ну, небольшой кусочек теории, пример из практики. Кусочек теории, пример из практики. Спасибо. Примерно так. Здравствуйте, меня зовут Юля. Я бы хотела поддержать Игоря про пир-ту-пир-проверку. И из прошлого опыта у нас были внедрены в управленческих курсах такие проверки, и это действительно работает, имеет отложенный эффект. Где-то примерно месяца через три наступает. Тренируется у людей такая насмотренность. И сначала люди дают специфическую обратную связь, потому что им хочется сначала поставить двойку, и когда они сами получают некоторое количество двоек, они учатся и в том числе давать обратную связь и другим людям. И на самом деле пир-ту-пир классно, чего бы там коллеги не говорили из других сфер. Спасибо. Спасибо. Приветствую, меня Сергей зовут. Спасибо за доклад. Опять-таки у меня немного не в кассу вопрос, наверное, будет. Вот у вас онлайн-школа, как и, собственно, большинство подобных учреждений в России. Но вот на Западе очень популярный, например, формат буткэмп, буткэмп, если слышали. Конечно. Это вот как бы такая армейская подготовка, там, за 30 дней здесь, я делаю человека. И в России уже перекочевала, да. Но она приходит, но как-то слабо. Я вот хотел спросить, почему этот формат вот как-то так отстает сильно? Там просто это такой бум, ну, в каждом городе буквально, и Европа, и Америка тоже. Ну вот да, я знаком с основателем российского буткэмпа Эльбруса Георгием и обсуждал, на самом деле, с ним эту историю. Это, правда, было там год-полтора назад. Тогда он говорил о том, что, ну, по сути, очень сложно, ну, очень сложно перенять опыт, там, американских буткэмпов, потому что сам на них не был. Вот, а я был, а я был, и вот я, значит, понял, что я сам через это прошел, мне это зашло, я сам стал разработчиком благодаря этой штуке и решил, собственно, нашу почву это все привнести, пересадить. Мне кажется, что, ну, причем у него школа, его формат буткэмпа, он реально успешен, он месяц назад еще в Питере открылся. Она одна, по-моему, вообще. Ну, вообще, ну, кажется, да. Но мне кажется, что его успех потянет за собой еще какие-нибудь такие же штуки. Я полностью, на самом деле, тоже, ну, когда мы общались, мы просто поняли, что есть преимущества у его формата, есть какие-то недостатки, и в нашем формате, там, онлайн-обучение без потоков, без ограничений по времени, ну, есть закономерные какие-то сложности, закономерные трудности. Наверное, у него больше всего из-за, ну, по факту из-за того, что ты, когда вписываешься в буткэмп, ты не можешь работать по факту. Вот это, наверное, ну, лично бы у меня было такое возражение на это все. Ну, плюс там, не знаю, определенная стоимость высокая у всего этого действия. Вот, но хочется верить, что все равно буткэмпы будут дальше развиваться, или хотя бы вот Эльбрус. Вот, это хороший формат. Благодарю. Добрый вечер, меня зовут Илья. Я вот как раз сейчас обучаюсь, и вот вы на первых слайдах показывали, вот как карту обучения, вот это вот, какие знания надо знать. Ну, как бы ее можно было получить вот для отдельного каждого курса? Потому что бывает, вот я сейчас на iOS курс прохожу по iOS, и бывают там такие сложности, что непонятно, какого, а, сейчас поточнее сформулирую. Вот, допустим, даже дипломный проект у меня, я столкнулся со сложностями, которых, ну, знаний в курсе не было, и которые мне пригодились, они были в последующем. Да, было очень круто, когда открыли, вот что можно потом уже курсы посмотреть, видео, вот, ну, не прошел, не сделал домашний, можно следующее посмотреть, и это поможет. И был такой момент, что курс, видео, скажем так, поменялись местами. Да, скажем так, вот эта хронология. И было бы, скажем так, приятнее, если бы к домашним заданиям прилагалось, как бы, какие темы помогут в реализации проекта или домашнего задания. Я понимаю, да, про эту историю. На самом деле мы прямо сейчас, и ты карту компетенции как раз упомянул, мы по каждому продукту сейчас, ну, делаем вот этот вот трек, который был бы понятен, какие знания за кеми идут, как их правильно проходить. Вот. Ну, еще будет релиз, правда, там сильно попозже, точно не знаю по датам, будет релиз, над которым, ну, наша внутренняя разработка про кейсовый подход. То есть вместо того, чтобы просто проходить темы без, ну, и там делать какие-то практические задания в рамках только одной темы, мы будем предлагать студентам решить какой-то конкретный кейс и будем там прописывать, какие знания ты должен перед этим получить, чтобы этот кейс решить. Ну, условно, какой-нибудь небольшой проект заходить. Вот. И студенты будут решать кейсы, там, баллы за это получать, системы геймификации. Вот. Тоже очень верим в эту историю, пока сейчас пилим внутри. Ну, даже еще второй вопрос. Можно в эту же тему. Вот, как бы, тоже хотелось, чтобы каждому курсу прилагалось, типа, что должен знать человек, когда закончит эти курсы? Какие вот прямо темы и на какие надо особенно, скажем так, обратить внимание? Слушай, я думаю, что прямо сейчас я просто приму, это как, ну, как очень важное пожелание, и мы просто над этим поработаем. Спасибо. Договорились. Ну, нет, вот, пожалуйста. У меня последний вопрос. Больше занимать время не буду. Вот мне понравился вопрос про базу, да, по предыдущей бэкграунд. Мне вспомнилась такая история, что мы обсуждали однажды с девочкой, объясняли алгоритм, популярный нынче, word2vec, который каждое слово составит соответствие с вектором достаточно большой размерности. Оказалось, в процессе объяснения, что девочка не знала, что у векторов бывают координаты. Почему стали разбираться? Оказалось, что она училась по Атанасяну в школе, а по Атанасяну в геометрии в конце седьмого класса вектор объясняется как просто отрезок со стрелочкой. А в восьмом классе, соответственно, уже вводится такое понятие, как координаты у вектора. Вот, соответственно, на математику было забито между седьмым и восьмым классом. И у девочки вот этот момент оказался непокрытым. И в обучении всегда всплывают такие вот моменты, которые глубоко сидят, и люди из-за этого не понимают какие-то вот такие вот вещи, которые вы в курсе задействуете. Как вы борете вот такие штуки? Да, это тоже хороший вопрос. Мы, ой, ну, на самом деле все действительно начинается не в тот момент, когда мы уже начинаем какой-то видеоконтент записывать. Начинается все действительно с проработки плана обучения. Это у нас на самом деле решается тем, что мы на стадии запуска курса. Такой, может быть, немножко будет общий ответ. Я думаю, что действительно учесть при разработке плана обучения вот этих вот, все вот эти вот пробелы, какие-то мертвые зоны точно нельзя будет. Я думаю, вы согласитесь. Вот. Но глобально это решается тем, что при запуске вот нового продукта, вот того же горазработчика, где был пример скаты компетенций, мы проводим, ну, мы просто проводим ряд исследований. Это и анализ емкости рынка, анализ вакансии, анализ требований работодателей. Мы смотрим, ну, как бы, и при этом мы определяем лично для себя то, на какую целевую аудиторию будет рассчитан курс. То есть фактически мы с методистами составляем портрет. И в том числе вот в будущем, особенно для курсов, для продолжающих, мы будем обозначать тот минимальный порог, с которым ты можешь вообще на курс зайти. И входные тестирования тоже обязательно. Вот, как-то так. Здравствуйте, спасибо за доклад. Хотел узнать, практикуется ли, допустим, комбинирование подходов в онлайн-убличении, ну, не может, не только у вас, а в целом, чтобы вот, ну, люди не только дистанционно обучались, но какие-то проводить раз в неделю, в две общекомандные, групповые встречи или вот еще какие-то такие вот вещи. Вопрос, наверное, больше как раз в том, как сделать комьюнити, да, более, как бы, более тесное взаимодействие. Есть на наших длинных треках обучения у нас есть история с смешанным форматом, когда это не только онлайн с индивидуальным наставничеством и там с чатом в Телеграме, где все студенты общаются между собой и с наставниками тоже. Там есть регулярный формат воркшопов, куда мы приглашаем спикеров. Это заранее какая-то заявленная тема и на протяжении воркшопа ребята, каждый пилит, по сути, такой одинаковый, одинаковый маленький проектик, одинаковую маленькую задачку. Их, ну, их ведущий воркшоп как раз-таки все очень подробно рассказывает, очень быстро отслеживает оперативную обратную связь, что получается, что не получается, по факту там, ну, по факту доводя их до результата этого воркшопа. Вот. Есть такие форматы по поводу того, чтобы были какие-то, не знаю, более регулярные, не знаю, какие-то более регулярные созвоны команд или чего-то такого. Ну, вот есть на Java-разработчике командный дипломный проект, но действительно он, ну, он только на какой-то вот короткий период, только вот по поводу работы над одним проектом. Других форматов пока не слышал и сами не использовали, но зато будем на одном из курсов сейчас внедрять такую какую-то историю в виде потока. Это когда, ну, мы назовем марафон, когда есть, как бы, ну, вот есть первый день марафона, у ребят еще ничего не сделано, и на протяжении 30 дней они должны каждый день сдавать результат по этому марафону в конце, чтобы вот там тоже сделать проектик. И при этом эти ребята будут между собой, там, те, кто сможет ежедневно созваниваться и, собственно, там, обмениваться опытом, как они эту задачку сделали, что получилось, что не получилось. И наш преподаватель, как ведущий марафона, будет для всех объяснять, как бы он сам эту задачу реализовал. Как вы оцениваете эффективность таких подходов? Ну, не считаете разве, что это более будет полезно для студентов? Ну, вот поэтому мы сейчас и хотим их потестить, ну, хотим их использовать и получить обратную связь. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Дмитрий. Я обучаюсь на курсе машинное обучение. И у меня такой возник вопрос. В Data Science одна курсовая работа это аналитика данных курсов, ну, как бы аналитика успешности курсов, так сказать. Вот. Используете вы какие-то работы студентов в аналитике непосредственно, которую вы упоминали в начале? Ну, например, какой-то у студента какой-то есть интересный подход, например, который не видел был преподавателю, преподаватель посмотрел, сказал, ну, интересно, возьму-ка это, попробую, посмотрел и что-то сделал. Нет? Такого не бывает? Интересный вопрос. Может быть, не понимаю до конца. Можешь как-то чуть-чуть еще раскрыть? Ты можешь ответить? Ну, я попробую пока сам. Ну, получается, одна курсовая работа это когда данные, конечно, используются, как описано, не настоящие, но база та же самая, что имеется в скиллбоксе. То есть, получается, студенты, которые обучаются на направлении Data Science, они исследуют эту базу и дают какую-то оценку успешности курсов и так далее. Какие-то вот интересные, чтобы… Каждый же думает по-своему, да, и каждый может какой-то свой подход предложить. Могут ли преподаватели это взять и применять уже на практике для аналитики? Ну, мне кажется, это абсолютно нормальная история. Я, правда, вспомнил другой пример, такой, может быть, более в лоб, на Java-разработке тоже на первом уровне, когда студенты сами подсказывали, что на самом деле у любой задачки может быть несколько вариантов решения, и по факту даже при таком взаимодействии ученика и обучаемого сам преподаватель тоже в какой-то момент может согласиться и таким образом свои собственные знания тоже расширять. Ну, короче, да, это вполне себе уместно. Потом из них один стал преподавателем. Ну, спасибо, да, 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 все так и было, все так. Спасибо за ответ. Привет, спасибо огромное за доклад на такую актуальную, важную тему. Меня зовут Родион. Вопрос такой, обучаете ли вы вообще людей с нуля, из других профессий? Да. Прямо вот с ноль, да? Ну, не программистов. Не программистов. Дизайн, маркетинг. Мобильная разработка, например. Ну, мобильная разработка, да. Есть такое, да? Тогда два таких под вопроса. Первый, примерно сколько времени уходит на обучение людей с нуля до уровня нормального джона, которого можно вот уже устраивать там какую-то компанию, да? Сколько времени? Второй вопрос, какой процент из этих обучающихся доходит до этого этапа? Значит, по поводу того, сколько нужно учиться. Собственно, по мобильной разработке у нас пока что только нативные языки, нет кросс-платформенной разработки, то есть есть отдельно iOS, отдельно Android. По iOS у нас программа на 8 месяцев, при условии, что ты проходишь одну тему в неделю. Вот, и еще пару месяцев закладывается на создание дипломных проектов. По Android там чуть побольше. Мы сейчас обновили трек. У нас до этого была Android-разработка на языке Java, сейчас на передовую выходит Kotlin, и мы сейчас перезаписываем курс на Kotlin. Вот там, кажется, будет довольно много тем, и там даже где-то за год выходит. Вот, то есть нужно быть готовым к тому, что, чтобы на достаточный уровень выйти в разработке, это хотя бы год. И какой процент из этих людей доходит до конца? Да, процент людей на разных продуктах на самом деле разный. У нас есть показатели до… Ну, на самом деле, в целом, для онлайн-обучения есть сложности с какой-то самомотивацией людей и со всем остальным. Мы с этим боремся, в свою очередь, тем, что постоянно тыкаем палочкой и напоминаем, что вообще-то ты поставил себе когда-то цель пройти до конца курса, новую профессию получить или навыки свои прокачать. Поэтому мы максимально там мотивируем, возвращаем какими-то разными рассылками, любыми инструментами, которые нам доступны. Процент у нас есть… Ну, условно, среди наиболее успешных курсов есть 20% доходимости. То есть, каждый пятый доходит до конца. А наименее успешный? Ну, это… А? Это… Ну, во-первых, это провокационный вопрос. Да. Ну, мне кажется, что… Ну, опять же, наверное, зависит от каких-то… Ну, от специфики, от того, насколько сложный продукт. Ну, там бывает прям, не знаю, 5%, 3%. Вот. Это просто та реалия, которая есть. Нам только нужно работать с тем, чтобы расширять эту воронку. Окей, спасибо. И маленький вопросик, очень интересный просто. А вот практикуете ли вы такие коллаборации, когда у нас есть, допустим, мобильная разработка, есть бэкэнчики? Они и те, и другие начинают одновременно. И там у них некий финальный проект общий, да? Когда… Ну, общий проект, да? Когда бэкэнчики там делают бэкэн для фронтендеров. Да. И знаешь, а еще будет классно, когда появится вообще кросс-заимодействие. Значит, сначала дизайнеры делают прототип приложения. То есть реальная практика. Ну вот. Это то, над чем мы тоже прямо сейчас думаем. Очень сложно это все скоординировать, чтобы прямо вот у всех студентов разной направленности было на это время, но это прямо прекрасное светлое будущее, которому мы тоже как бы будем сейчас… Спасибо. Давай, да, значит, последний. И немножко выдохнем. Вот там микрофон сзади идет. Да, вот, Оля, сюда, пожалуйста. Значит, вот вы сейчас так рассказали интересную историю по поводу того, что у вас появляется вот воронка, люди теряют интерес. Наверное, так чуть-чуть вот моя история, потому что вот на полгода вот так вот подзабил, так сказать. Вот вопрос. Вот некоторые люди переживают о том, что все-таки составляют там договора, что будет два года их поддержки, но все-таки не успевает кто-то курс проходить. Есть вопрос, будет ли возможность, например, эту поддержку, так сказать, докупить? Мне кажется, что это скорее будет решено тем, что поддержка будет продлеваться. А, просто так. Без каких бы то ни было дополнительных. Нам, ну, пафосно сейчас будет сказано, но нам важнее, как бы если человек реально вернулся и вот, не знаю, у него были какие-то обстоятельства, когда он решил это все поставить на паузу, потом возвращается и, ну, хочется закончить, мы скорее пойдем навстречу для того, чтобы человека довести до конца. И вот еще проблема, которую я, наверное, по себе сужу, его, может быть, по многим людям. Кстати, вот предыдущий вопрос я задал, потому что я тупо вспомнил, что это вот в чате люди очень обсуждали, очень так вот активно. А вот вопрос в следующем. Задания, значит, идут как вот маленький пример, повтори, маленький пример, повтори. Ну, немножко это нудновато. У людей нету просто, ну, не дают им дать, ну, нужно им дать возможность все это вот самому представить, как решить ту или иную задачу. А я в основном встречаю такие моменты, что вот есть такая-то штука, а потом в задании. Так, повтори вот эту же ту же самую штуку. Может, ты говоришь о том, что хотел бы видеть какую-то картинку целиком в самом начале? Не-не-не, надо, чтобы люди сами представляли себе решение, задачи. Нет-нет-нет, я в том в курсе. А, iOS? Ну, да, это такая часть процесса, да. Можем еще… Ну, грубо говоря, вот в видео там говорите, типа, зададим класс птицы, а потом зададали. Так, не думайте класс птицы. В общем, это кто-то в ролике. А нет, в этом там сидеть, подумать, завязать, завязать свои темы. Ну, надо будет просто, да. Надо будет, во-первых, глянуть эту конкретную штуку. Вот. Как минимум. Давай потом поймаемся. Вот сейчас в перерыве или совсем после остальных докладов. Нет, просто вот, когда я очень активно занимался, люди постоянно спрашивали, и я очень много всем подсказывал. Раньше было. Просто людям не хватало фантазии. Это придумать. Самим свое, да. Окей. Спасибо большое всем еще раз. У нас на часах 20.00. Давайте мы вернемся в 20.10. А, призывал лучший вопрос. Да, Оль, спасибо большое. Ой. Вот мысль, на самом деле, от Родиона про то, что можно делать вот эти вот кросс-специалитетные командные проекты. Вот мне тоже, я очень поддерживаю эту мысль, а мы активно на ней работаем. Спасибо большое. В 20.10 мы продолжим выступить Марк Шевченко с темой про то, как делать классные доклады для конференций. Спасибо. 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 Спасибо.